Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Слово Церкви» и мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Добрый день! Скажите, откуда возникла традиция освещать жилища с уважением Олега? Традиция освещать те или иные предметы своего быта и само жилище возникла очень давно, Олег. Сейчас я даже точнее скажу, это 2, 3, 4 век, но это не стоили не 200 лет назад. Дело в том, что традиция освещения жилища, она связана с пониманием места человека в этом мире и с ролью вообще самого жилища. Мы знаем, что, как говорит апостол Павел, этот наш земной дом и наше тело само, в котором живет наша душа, и сам дом, в котором мы живем, как жилище, все это когда-то разрушится. Потому что, как говорит апостол Петр, земля и все дела на ней сгорят. Так закончится мировая история. Если первый был потоплен водой, то второй мир будет подвержен действию огня. Как это будет происходить, мы не знаем, но нас об этом предупреждают святые апостолы, которым лучше, конечно же, доверять. И вот освещение жилища связано с пониманием нашего места, нашей роли в этой жизни и с пониманием того, как мы проводим время. Вот христианин старается делать так, чтобы благодать Божия везде сопутствовала ему, чтобы он везде был вместе с Богом. Соответственно, традиция как бы крестообразного освещения жилищ, она сложилась давно. Еще в Ветхом Завете мы видим, как евреи получили повеление от Бога через пророка Моисея помазать кровью агонцев, которых они заколали в эту пасхальную ночь, косяки своих жилищ, то есть дверей. И, соответственно, ангел смерти, который ночью проходил по всему Египту, убивал всех первенцев, он не коснулся этих дверей. Также, когда мы крестообразно освещаем свое жилище с молитвой, мы понимаем, что оно с этого времени как бы находится под защитой Бога. А крестное знамя – это самая великая сила, которая есть на земле. Потому что крестом Господь победил самого дьявола, сатану, и силу смерти. И также устранил проклятие. Так вот, когда мы крестообразно освещаем свое жилище, призываем Бога, чтобы он осветил это место, оно оказывается под защитой самого Творца. И, конечно же, если вспомнить известную историю Закея, который был мытарем, сборщиком налогов, налоги он собирал в пользу оккупантов, был человеком презренным, но он позвал Господа Иисуса Христа в свой дом, и Господь пришел к нему домой. Мы знаем эту историю из Евангелия. И Лазарь, то есть Закея в этот вечер духовно исцелился. Он пообещал раздать половину своего имени нищим и вообще воздать всем, кому он обидел в этой жизни. То есть вот такая вот трансформация, некое возрождение происходит в человеке, когда благодать Божия посещает его или то жилище, в котором он находится. Именно поэтому, собственно, мы сегодня приглашаем священников. Они читают молитву, и это Евангелие тоже читается во время чина священия. Жилища Евангелия, напоминающие нам о том, что мы призываем Господа в свой дом. Да, и Господь, который говорит о том, что Он стучит среди нашего сердца, Он ходит в наш дом и живет вместе с нами. А если Господь находится вместе с нами, то, конечно же, это жилище становится местом обитания не только человека, но и уже самого Господа. В каком возрасте можно вступать в церковный брак, Андрей? Андрей, церковный брак совершается в церкви только после того, как лица могут заключить свой гражданский брак. Как вам, наверное, известно, в нашей стране гражданский брак заключают не раньше 18 лет. По особым случаям, или, скажем так, в случае исключения из правил, по решению органов местного самоуправления можно заключить брак и в более раннем возрасте в силу каких-то особых условий, обстоятельств жизни молодых людей. В этой ситуации по решению правящего епископа данной епархии и церковный брак может быть благословлен раньше установленного возраста, то есть раньше 18 лет. Вот, собственно, таково решение и таков подход церкви. То есть мы не венчаем те браки, которые еще не узаконены в ЗАГСе, то есть в органах местного самоуправления. Скажите, как, смиряясь, не впасть в самоуничижение с уважением Натальи? Наталья, самоуничижение и смирение – это не совсем одно и то же. Если человек впадает в состояние уныния или уже даже отчаяния, он может себя самобичевать до тех пор, пока не наложит на себя руки или не впадет в какую-то, так сказать, полную апатию и в состояние какой-то вот такого духовно-телесного, духовно-психофизического какого-то такого нокаута, когда он уже не способен будет вообще двигаться, и ему понадобится помощь как психиатров, психологов, так и священников. Когда мы говорим о смирении, то имеется вот такое состояние, которое освещает человека, оно одухотворяет его, но никак не давит и не отнимает у него свободу, не лишает его возможности духовно развиваться. А в результате часто самоуничижения мы впадаем в такие нездоровые состояния. Бывает самоуничижение и полезное, когда человек действительно настолько сильно взлетел в своих глазах, настолько он заболел высокомерим, может быть, что ему надо иногда из себя немного уничижить. Это полезно, чтобы человек не задирал нос и не считал себя лучше всех остальных. В этой ситуации полезно иногда и смирить себя. Но опять же, это самоуничижение должно превращаться в какое-то бесконечное самообичевание, грозящее впадением человека в депрессию. Этого быть не должно. Потому что в любой депрессии, в любом унии и отчаянии есть элемент такого сатанизма. А смирение, которое человек получает как дар и результат смирения, это некие дары Святого Духа, плоды Святого Духа, это очень светлое состояние. Оно украшает человека и делает его способным воспринимать любую обиду, любое уничижение воды из себя со стороны других людей, как ничего не значущее действие. Именно поэтому мы, собственно, и просим у Бога смирения, а не какого-то искусственного самоуничижения. Почему восточные христиане называют свою церковь православной? Они что, считают, что только они правильно славят Бога, Игорь Евгеньевич? Да, действительно, наша восточная церковь называется православной. Западная называется римокатолической. Хотя они тоже считают себя православными. И многие, отделившиеся от православия восточной церкви, такие как армянская, серо-яковицкая, индусская, эфиопская, тоже считают себя православными. С той точки зрения, что они правильно прославляют Бога. Прославление Бога прямо проистекает из божественного откровения. Вот мы, православные, прославляем Бога таким, каким Он нам себя открыл. Мы не придумываем новых богов. Мы не высасываем из пальца какие-то особые новые формы прославления. Мы не навязываем Богу то прославление, которое Ему чуждо. Мы прославляем Его так, как Он сам этого ждет и хотел бы. Почему? Потому что те формы прославления, почитания Бога, которые у нас есть в Священном Писании, лежат в основе нашего православного богослужения. Православное богослужение имеет своим источником Тайную Вечерю, которое вспоминается в церкви каждый день, каждый раз в году Великий Четверг, когда Господь, разблагодарив Небесного Отца, преломил хлеб и дал ученикам со словами «Примите, ешьте, это мое тело, за вас преломляемое». «Взяв чашу свиного, он благословил, эту чашу раздал ученикам словами «Пейте из нее все, это и есть кровь моя, нового завета, который за вас и за всех рудей проливается в оставление ваших грехов». Вот эти события евангельские являются зерном и основой христианского православного богослужения. Весь остальной суточный круг, годичный и другие круги, они проистекают из этого события. И, соответственно, как Евангелие нам оставило это предание, так мы, собственно, это и совершаем. Мы ни с кем не спорим, что мы совершаем более правильно прославление Бога, а другие менее правильно. Мы вообще не тычем ни в кого пальцем. Но мы знаем, что мы прославляем Бога в духе и истине, как сам Господь сказал однажды в беседе с женщиной-самарянкой в Евангелии от Иоанна, 4 главе. Он сказал такие слова. «Наступает время, когда не только в Иерусалиме, но на каждом месте люди будут поклоняться Богу. И поклоняться они будут в духе и истине. И таких поклонников Отец ищет себе». Вот, собственно, и краткий ответ на вопрос о прославлении Бога. Спрашивает Татьяна, есть ли разница, сожгут или похоронят в земле? Знаете, Татьяна, мне, например, не безразлично, меня сожгут или похоронят. Отвечу просто не безразлично, потому что в нашей христианской традиции человека кладут в землю таким, каким он умер. Мы не приемлем и не благословляем дополнительные способы и формы уничтожения человеческого тела, потому что тело будет соучаствовать в той славе, которую получит душа во втором пришествии Христом. Если эта душа будет сняться с телом, то кто нам дал право это тело уничтожать? В Священном Писании прямо сказано о том, что человек состоит из души и тела, и образ Божий в человеке проявляется как в теле, так и в душе. Почему каноны церковные так строго относятся к тем, кто повреждает намеренно человеческое тело? Единственный случай особого исключения, который опять-таки не является чем-то добрым, хорошим, но именно исключением, когда церковь благословляет воина, защищая свою страну и близких себе, и самого себя, наносить урон телу другого человека. Еще раз повторю, это не то, что хорошо, это вынуждено. Это исключительная мера. Во всех остальных случаях канон четко предписывает, что если кто-то кого-то бьет, то он подлежит церковному суду. Даже за резкое слово по отношению к человеку нужно отвечать по всей строгости церковных правил. Именно поэтому мы с благоговением относимся к человеческому телу, даже когда это тело уже умершего христианина. Мы совершаем каждение над ним в церкви или там, где оно лежит. Мы благоговенно укрываем его, одеваем в одежду. Положено по правилам церковным помазывать его освященным елеем и совершать все знаки почитания по отношению к телу. А когда мы его сожигаем, остается неизвестно что. Какой-то прах, который иногда некоторые хозяева этого праха хотят, чтобы его развеивали над их любимыми городами, селами, как недавно один великий певец заповедовал. Честно говоря, при всем уважении к этим людям, я их до конца не понимаю. Может быть, эти люди руководствуют не совсем христианскими соображениями, но мне, как христианину, глубоко чуждо понимание того, что тело человека после его смерти можно сжечь. Может быть, в какой-то индусской или другой культуре – это нормально. Но для нас, христиан, с нашим пониманием человека, созданного Богом из праха земного и человеческой души, такое понимание чуждо. Дорогие телезрители, время нашей программы подошло к завершению. Я прощаюсь с вами, напоминаю, что вопросы священнику в нашу программу можно задать через сайт телеканала 77info.ru или по тому адресу, который вы сейчас видите на экране ваших телевизоров. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok